Республика Ингушетия, республика в составе Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, столица, город Магаз, на западе граничит с Северной Осетией, на востоке с Чеченской Республикой, на юге с Грузией, граница с которой совпадает с государственной границей Российской Федерации. Протяженность с Севера на Юг составляет 144 км, с Запада на Восток – 72 км, образована 9 января 1993 года. Ингушетия – самый малый по площади регион Российской Федерации, не считая городов федерального значения. Этимология Название республики происходит от русского наименования населения и от грузинского суффикса «етти», что в сумме означает «место, где живут ингуши». Этот этноним получил свое распространение с XVIII века, самоназвание народа – Гаэлгай. Некоторые исследователи считают, что слово Гаэлгай означает «строитель» или «житель башен». Другие исследователи высказывают мнение о языческом происхождении и самоназвание «гела» или «гала» – древнее войнахское божество. География Ингушетия расположена на северных склонах предгоря Большого Кавказского хребта и на прилегающих к нему малых хребтах – Терском. Зюнжинском и Скалистом рельеф в северных районах – рельеф Степной, на юге – горные, состоящие из хребтов, разделенных долинами и ущельями. В северных районах располагается часть Сунжинской и Алханчурской долины, центральных долин и рек Сунжа-Яса. Южная часть республики занята Кавказскими горами. Самая высокая точка – гора Шан. Другие высокие точки в горной Ингушетии – гора Столовая Металуам и гора Хахалги. Протяженность в Кавказских гор – 150 км. Часовой пояс Ингушетия находится в часовом поясе. Московское время смещение относительно UTC составляет плюс 3 часа. Климат Климат континентальный, высокогорный, зависит от высоты над уровнем моря. Средние температуры от 3 до 10 градусов Цельсия и Юлия – от 21 до 23 градуса Цельсия. Осадков до 1200 мм в год. Гидрография основная река Сунжа. Протекают также реки Са, Фортанга, Армхи, Гулойхи, Футан, Чемульга. Общая площадь бассейна рек составляет 3073 квадратных километра. Реки принадлежат бассейну Терека. Значительные запасы гидроэнергетики рек. Сеть оросительных каналов. Полезные скопаемые почвы черноземные. Минерально-сырьевая база состоит из месторождений нефти, природного газа, мрамора, доломитов, кирпичных глин высокого качества. Термальных лечебных вод и минеральных вод типа боржоми, флора. Растительность. На севере лесная и лесостепная. На юге в горах у широколиственной леса выше располагаются субальпийские и альпийские луга. Общая площадь земель лесного фонда составляет 84,4 тысячи гектаров. В том числе площадь покрытая лесной растительностью 75,6 тысячи гектаров. Смешанные широколиственные леса занимают площадь 140 тысяч гектаров. Общий запас древесины составляет около 11 миллионов кубических метров. В пауна присутствуют грызанные и присмыкающиеся. Из птиц дрофа, дикие утки, гуси, в долинах рек, кавказский фазан, на альпийских лугах, черноголовый гриф, горная индийка, кавказский тетерев. В горах естественные места обитания каменной и лесной куницы, бурого медведя, кабана, косули, лесного кота и других. В 2008 году была составлена Красная книга Ингушетии. История. С первого тысячелетия до н.э. на территории современной Ингушетии распространена кабанская культура, получившая свое название Паулу Кабан. Где были найдены древнейшие археологические памятники, антропологические носители кабанской культуры являлись представителями кавказионского типа. В период средних веков существовало объединение племен дзор-дзуки, впервые упоминается арабскими географами аэкс-экс веков 15-18 века. В 15 веке началось проникновение ислама через Чичню и Дагестан, однако окончательно он утвердился лишь в середине 19 века. Вплоть до этого времени продолжали существовать языческие обычаи и обряды. Ингушские общества, проживавшие в горах, начали возвращаться на равнины в 16-17 веках. Переселение на равнины в основном завершилось к первой половине 19 века в составе Российской империи. В марте 1770 года Ингушетия вошла в состав Российской империи. 22 августа 1810 года во Владикавказе представители шести ингушских родов подписали акт присяги шести ингушских фамилий с Россией. В этом же году была заложена крепость Назрань. Она неоднократно перестраивалась и укреплялась. В 1817 и 1832 году ингуши принимали участие в Кавказской войне на стороне России и на стороне имама Шамиля. Некоторое время существовали два велоета исламского государства Шамиля – Арштинский и Галашкинский. В мае-июне 1858 года в Ингушетии произошло Назрановское восстание. Его причиной являлось решение военных властей Кавказа создать на месте мелких ингушских хуторов крупные населенные пункты. В итоге восстание было подавлено. В 1860 году военное управление Северным Кавказом было ликвидировано и по указу императора Александра II в восточной части Северного Кавказа была создана Терская область. В состав которой вошли Чеченский и Чкирийский ингушские Нагорные округа. В 1871 году ингушский округ был объединен с Осетинским округом во Владикавказский округ. В 1888 году было введено военно-казачье управление и территория Ингушетии вошла в состав Сунжеского казачьего отдела. 10 июля 1909 года был образован Назрановский округ, ставка которого находилась во Владикавказе. Горская республика после Октябрьской революции в России. В ноябре 1917 года была провозглашена независимая Горская республика, объединяющая многие народы Северного Кавказа. После занятия Дагестана войсками генерала Деникина правительство Горской республики объявило о самораспуске и эвакуировалось в Тифлис. Горская республика прекратила свое существование. Гражданская война двух и краткая съезд народов Террика в Пятигорске признал советскую власть и создал Терскую советскую республику в составе РСФСР. Она имела собственную конституцию и высшие органы Терский народный совет и СНК. С февраля 1919 года по март 1920 года равнинная Ингушетия была занята армией генерала Деникина. В марте 1920 года советская власть в Ингушетии была восстановлена. После установления советской власти в марте 1920 года Терская область была расформирована, а Чеченский и Ингушский округа стали самостоятельным территориальными образованиями. 17 ноября 1920 года была провозглашена Горская ССР, которая затем была преобразована в Горскую ССР декретом в ЦИК от 20 января 1921 года. В нее вошли Ингушетия и Чечня вместе с Карачаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией и Северной Осетии. В составе СССР декретом в ЦИК 7 ноября 1924 года Горская ССР была ликвидирована, в связи с чем была образована Ингушская АО в составе РСФСР. 15 января 1934 года была создана Чечена-Ингушская автономная область, которая 5 декабря 1936 года стала Чечена-Ингушской АССР. Великая Отечественная война В конце августа 1942 года войска вермахта вышли на рубеж прохладный Моздок и Щерская. От 1 до 28 сентября советские войска провели Моздок-Молгобекскую оборонительную операцию. В конце концов планы немецкого командования были сорваны. Немцам не удалось прорваться в Закавказье и отрезать СССР от Кавказского региона. Депортация чеченцев и ингушей С началом войны в Чечен и Ингушетии активизировались бандформирования. Планы по выселению операции «Чечевица» начали готовиться еще в конце 1943 года. Тогда первоначально предлагалось расселить депортированных в Сибири, в Новосибирской и Омской области, а также Красноярском крае и Горном Алтае. Затем было принято решение депортировать в Казахстан и Среднюю Азию. 29 января 1944 года глава НКВД Лаврентий Берия утвердил инструкцию о порядке проведения выселения чеченцев и ингушей. Осуществление депортации началось 23 февраля 1944 года. В первые же сутки из населенных пунктов было вывезено 333 739 человек. Из этого числа погружено в эшелоны 176 950. 7 марта 1944 года автономия была ликвидирована. Большая часть Ингушетии вошла в Северо-Осетинскую АССР в качестве Назранского района. Восстановление Чечено-Ингушской АССР указом Президиума Верховного Совета СССР 16 июля 1956 года. О снятии ограничения по спецпоселению с чеченцев, ингушей были сняты ограничения на место жительства для депортированных переселенцев и они получили возможность возвращаться на родину. 9 января 1957 года Президиумом ВСССР были приняты указы о восстановлении автономии депортированных народов, в том числе чеченцев и ингушей. С возвращением депортированных жителей Чечено-Ингушской АССР была восстановлена в составе Российской Федерации Образования Республики. После прихода к власти в Чечне Джохара Дудайва и объявление о независимости Чечни Чечено-Ингушской АССР фактически прекратило свое существование и Ингушетия осталась вне каких-либо государственных объединений. 30 ноября 1991 года был проведен референдум, на котором большинство населения высказались за воссоединение с Российской Федерацией. 4 июня 1992 года Верховным Советом РФ принимается закон об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации. Создание республики было внесено на утверждение съезда народных депутатов Российской Федерации. 10 декабря 1992 года Съезд народных депутатов утвердил образование Ингушской Республики и внес соответствующую поправку в Конституцию Российской Федерации России 1978 года. Чечена-Ингушетия официально была разделена на Ингушскую Республику и Чеченскую Республику. Данный закон был опубликован 29 декабря 1992 года в Российской газете и вступил в силу 9 января 1993 года по истечении 10 дней со дня официального опубликования. 25 декабря 1993 года вступила в силу принятая на всенародном голосовании Конституция Российской Федерации, которая подтвердила существование Ингушской Республики. Осетийно-Ингушский конфликт 1992 года со времени возвращения после депортации ингуши требовали возвращения им пригородного района Северной Осетии. 26 апреля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон о реабилитации репрессированных народов, предусматривавший, среди прочего, территориальную реабилитацию Ингушей. Осенью 1992 года из-за территориальных споров вспыхнул вооруженный конфликт. В итоге прежняя граница была сохранена, а почти все ингушское население и Северная Осетия было вынуждено переселиться в Ингушетию. Президентство Руслана Ушева после окончательного распада Чечена Ингушской АССР и образования отдельной республики Ингушетия исполняющим обязанности. Главой временной администрации 10 ноября 1992 года стал офицер Советской Армии Руслан Ушев. С 1 июля 1994 года в Ингушетии была объявлена зона экономического благоприятствования. Все предприятия, зарегистрированные в республике, освобождались от уплаты налогов и получали значительные льготы. В 2001 году Ушев выступал против объединения Чечни и Ингушетии. 23 апреля 2002 года сложил в себя полномочия президента, что было подтверждено 15 мая 2002 года Советом Федерации. Президентство Мурата Зязикова весной 2002 года президентом республики Ингушетия был избран Мурат Зязиков. С 2002 года валовый региональный продукт республики вырос почти в два с половиной раза. В 2002 году с территории Грузии в Ингушетию вторглись отряды боевиков Руслана Гелаева. Численностью не менее 300 человек и вступили в бой с частями 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии. Позже они распались на меньшие отряды и скрылись на территории Чечни. 30 октября 2008 года указом президента России Дмитрия Медведева Зязиков был отправлен в отставку под руководством Юнус Бека Евкурова. После отставки Зязикова исполняющим обязанности, а затем и президентом стал Юнус Бек Евкуров. 4 июля 2013 года Юнус Бек Евкуров досрочно ушел в отставку с поста главы республики. До выборов главы региона он останется в должности исполняющего обязанности, по состоянию на февраль 2016 года руководить республикой. Население. Примечания. Информация ЧН. Указанная в 1936, 1944 годах и 1957-1989 годах. Данные по Чеченой Ингушетии. Численность населения республики по данным Росстата составляет 472 776 чул. Плотность населения 130,31 чул. КМ-2. Городское население. 60% или свыше 250 тысяч жителей. Сосредоточено в четырех городах на Азрань. 105 тысяч. Карабулак. 38 тысяч. Молгобек. 40 тысяч. Могаз. 5 тысяч. ИПГТ Сунжи. 65 тысяч. Сельское. 40%. В Ингушетии самый высокий уровень рождаемости среди субъектов Российской Федерации. Так, в 1992 году население республики составляло 211 тысяч человек, в 1998 году – 313 тысяч, в 2002 году – 467 тысяч, в 2009 году – 532 тысячи человек. Расселение. Большая часть населения проживает в Сунжинской долине и прилегающих участках, где плотность населения превышает 600 человек, км в квадраты. Меньше половины населения проживает в городах. По численности сельского населения Ингушетия превышает такие регионы, как Калужская или Ярославская области. Второй крупный ареал расселения – верхняя часть Алханчурской долины, где в городе Молгобек и пригородных селах сконцентрировано около 15% жителей Ингушетии и долины Очалука. На остальных 85% территории республики проживает менее 5% ее населения. Чеченцы в основном расселены в Сунжинском и Молгобекском районах республики, а также в городе Назрань. Русские жители республики компактно проживают в ПГТ Сунжа и в станицах Троицкой, Неситеровской и Вознесенской, однако даже в них их доля составляет меньше 10% населения. Прочие этнические группы насчитывают всего несколько десятков человек и не имеют четких ареалов проживания. Национальный состав преобладающей этнической группой является Ингуши, также проживают чеченцы и русские. В Ингушетии самая малая доля русского населения в Российской Федерации. Большая часть русского населения покинула Ингушетию вследствие чеченского конфликта, в свою очередь. На территорию Ингушетии прибыло большое количество беженцев из Чечни и Северной Осетии. В таблице показаны народы численностью более тысячи человек. Языки согласно Конституции, официальных языков в республике 2 – ингушский и русский. Административное деление. В состав республики вошли три административных района бывшей Чечены Ингушетии – Сунжинский, Молгобекский и Назрановский. В 1992 году указом тогдашнего президента республики Руслана Ушева был образован также Джерахский район. Муниципальные районы столица. После образования республики до 2000 года столицей являлся город Назрань. В 2000 году новой столицей Ингушетии стал специально построенный для этого город Магаз. Населенные пункты в Ингушетии на 2010 год 45 населенных пунктов, в том числе четырех города, два из которых – Назрань и Молгобек. Республиканского подчинения, один поселок городского типа Сунжа, 31 сельские администрации, всего 40 сельских населенных пунктов, заброшенных официально нет. Но в Джерахском районе расположены развалины старых войнахских аулов, населенные пункты с численностью населения более 5000 чел. Государственное политическое устройство. Глава высшим должностным лицом республики является глава, избираемый депутатами Народного собрания Республики Ингушетия сроком на 5 лет. Список глав Ингушетии Руслан Аушев, 28 февраля 1993 года, 28 апреля 2002 года, Мурат Зязыков, 23 мая 2002 года, 30 октября 2008 года, Юнус Бек Евкуров, с 31 октября 2008 года, Конституция Основной закон Республики Ингушетия, принято на всеобщем голосовании 27 февраля 1994 года, Народное собрание Народное собрание Республики Ингушетия, законодательный орган Ингушетии, состоящий из 21 депутата, избирается на всеобщем голосовании, главой Народного собрания является председателем Народного собрания. Согласно Конституции, к ведению Народного собрания Республики Ингушетия относится принятие законов Республики Ингушетия, внесение поправок в Конституцию Республики Ингушетия, за исключением главы первой настоящей Конституции, установление порядка проведения выборов в органы местного самоуправления и определения в пределах своих полномочий порядка деятельности органов, местного самоуправления, установления и административно-территориального устройства Республики Ингушетия и порядка его изменения, утверждения республиканского бюджета и отчета о его исполнении, утверждения программ социально-экономического развития Республики Ингушетия, дача согласия президенту Республики Ингушетия на назначение председателя правительства Республики Ингушетия, назначение председателя, заместителя председателя и судей Конституционного суда Республики Ингушетия, согласование кандидатур для назначения на должности председателей, заместителей председателей и судей Верховного суда Республики Ингушетия, арбитражного суда Республики Ингушетия, районных судов, утверждения заключения и расторжения договоров Республики Ингушетия. А также соглашение об изменении границы Республики Ингушетия, назначение даты выборов президента Республики Ингушетия и депутатов Народного собрания Республики Ингушетия, назначение половины членов избирательной комиссии Республики Ингушетия, назначение референдума Республики Ингушетия в случаях и порядке, предусмотренных республиканским конституционным законом, Установление налогов и сборов отнесенных федеральным законом, компетенции субъектов Российской Федерации, а также порядка их взимания, установление порядка образования и деятельности вне бюджетных и валютных фондов Республики Ингушетия, утверждение отчетов о расходовании средств этих фондов, установление порядка управления и распоряжения собственностью Республики Ингушетия, осуществление иных полномочий предусмотренных федеральными законами, конституцией и законами Республики Ингушетия, правительство высшим органом исполнительной власти является правительство Республики Ингушетия, главой правительства является председатель правительства Республики Ингушетия, назначаемый президентом Республики с одобрения Народного Собрания. Правительство Республики Ингушетия осуществляет в пределах своих полномочий руководство органами исполнительной власти Республики Ингушетия, разрабатывает и реализует программы социально-экономического и национально-культурного развития Республики Ингушетия, разрабатывает и исполняет республиканский бюджет, Осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-экономического развития Республики Ингушетия, проведению единой государственной политики в области финансов, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения и охраны окружающей среды. Принимает в соответствии с законодательством меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране общественного порядка и борьбе с преступностью, управляет и распоряжается собственностью Республики Ингушетия, а также федеральной собственностью, переданной в управление Республики Ингушетия. Заключает с федеральными органами исполнительной власти договоры о разграничении предметов ведения и полномочий, а также соглашение о взаимной передаче осуществления части своих полномочий, осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией и законами Республики Ингушетия. Соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, предусмотренными статьей 78 Конституции Российской Федерации, судебная власть и прокуратура, в Республике Ингушетия действует Конституционный суд Республики Ингушетия, Верховный суд Республики Ингушетия, Арбитражный суд Республики Ингушетия, районные суды и мировые суди.